Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Приют ангелов» С вами Народный Бальчишка И мы с вами учимся здесь жить радостно, весело и со смыслом И со смыслом Потому что жизнь без смысла, она бессмысленная жизнь И толк от неё – это проживание Толк от неё никакого Поэтому я очень доволен, когда вы задаёте вопросы Тем более, если эти вопросы глубокомысленные И касаются конкретно именно жизни, а то и смерти И относятся к вопросам первой, можно так сказать, необходимости Таким вопросом я посчитал вопрос о том Нужно ли поститься тем, кто сделал вакцинацию Вопрос даже звучит так Можно ли поститься тем, кто сделал вакцину, укол, вакцинацию И ответить можно было просто Что такое вакцинация? Это получение заболеваний внутрь себя То есть вы заражены аденовирусом И мы заражены аденовирусом Мы с матушкой сделали уколы У меня девятнадцатый день У матушки на неделю чуть позже И я не скажу, что вот этот этап девятнадцать дней Был совсем без всяких каких-то проявлений болезненности Да, были недомогания Была сонливость Были какие-то головокружения Но сказать, что это относится к вакцинации Я тоже не могу Потому что март месяц Сейчас авитаминоз Сейчас уже надоели земли и пейзажи Мороз надоел И все остальное И естественно, такие состояния у нас были И без вакцинации время от времени Тем более, что все-таки возраст Возраст тоже свое дает Поэтому не могу сказать Но понимая и зная Что такое вакцинация Я знаю, что сейчас во мне работает вот этот вирус И вырабатываются антитела Антитела И это заболевание А боляющему не надо поститься Запрещено боляющему поститься Но я бы не подходил к этому так совсем однозначно Потому что все-таки пост Это не пища И это что-то Ну и сейчас мы придем К тому я еще раз вам повторю Что такое пост Но давайте порассуждаем дальше Дальше Я вам здесь должен сказать Что вот выработка антител Это достаточно длительный процесс У человека Он имеет три этапа И первый этап Это распознание Нашим организмом Кто же здесь чужой Кто ворвался в организм чужой У нас ведь нет такого механизма Что вот сейчас появился внутри нас Какой-то вирус И прямо сразу на него напала Система защиты Наш иммунитет На него напала Антитела и все остальное Это достаточно длительный процесс Поэтому Если вы заболеваете Каким-то достаточно легким заболеванием Там скажем ОРЗ ОРЗ Сколько дней проходит Перед тем Как Будет побеждено Говорят с лечением То есть если лекарства принимать То это 7 дней А если не принимать лекарства То это неделя То это так у нас лечится ОРЗ Что там происходит в это время Организм распознает Первое что он делает Он уничтожает Эти вирусы Термическим путем То есть поднимается температура Выделяются гормоны термические Так можно их по-простому назвать И от этой температуры Большое количество вирусов погибает Ну и бактерии погибают Потому что у нас И при чужеродных бактериях Тоже поднимается температура И таким же образом Организм справляется С первым нападением С первыми атаками Огнем он их сжигает Но не все они погибнут И организму еще и нужно запомнить Тех кто напал Чтобы потом с ними расправляться Быстрее и бессимптомно Как называется Вот этот первый этап Он длится У более сложных заболеваний Две-четыре недели Ну как правило Две недели Это вот уже совсем тяжелая Чума и так далее И распознавая Пытаясь распознать Кто же ворвался И кто пытается уничтожить Этот организм Наш Наша иммунитет Наша иммунная система Как ни странно Обращает внимание на всех остальных А в нас в это время Уже есть большое количество Разных вирусов Вот когда мы говорим О, уже приспособились Уже живут в нас там Четыре коронавируса Уже живет там Целая куча других И мы уже к ним Спокойно относимся Спокойно относимся Пока не пришел какой-то новый И можно так сказать Что вот первые две недели На этом нового Спущены собаки А не воины И собаки готовы разорвать всех Кто здесь Неправильный, неугодный А воины только еще Антитела только еще готовятся Выйти на эту борьбу Так вот Интересно, что в этот момент В этот период Могут проходить Какие-то другие заболевания Я уже С людьми разговаривал И какие-то Просто у меня тоже Кое-что произошло Я сейчас расскажу Но мне Один мужчина говорит У меня, по-моему Простатит прошел Как-то у меня Ну, может он Как-то Еще об этом и подумал Вот У меня Много-много лет Болела спина Вот тут Как бы Под ребрами И Кто работает в больнице Вам расскажут Что я Много лет делал Всякие УЗИ Делал всякие Значит Рентгены И Мазался всякими Мазями Много лет Лет 10, наверное Как минимум Все это делал На всякие Грешил Как говорится Вещи У меня ничего Не находили Но Я все время Мучился Что Ну, у меня Что-то там есть И как бы Ну Не выросло Во что-то Вот И Находил себе И Межреберную Невралгию И Находил Саркому Но Это все Вот так Голова Умеющая Фантазировать Так вот Прошло После Вакцинации Я вдруг Заметил Вот буквально В прошедшую субботу Уже абсолютно твердо Спина не болит Нету никаких Этих Проблем Не знаю Это ли повлияло Правда Есть у меня Еще один Аппаратик Появился Я вам его Покажу Как-нибудь Может быть Он повлиял Но Вот Прошла Но у меня Было еще одно Интересное Нехорошее Свойство Хотя Многим людям Оно присуще У меня Был пот ночью Я Выискал Что это От усиленного Действия Мозга Во время Сна То есть Есть люди Такие Как я Творческие У них Ночью Мозг Не только Не перестает Работать А В два В три раза Активнее Работает У него И Воды Больше Проходит В общем Идет Мыслительный Процесс Я из таких То есть Я могу Вечером Думать О проблеме А потом Говорит Не ладно Все Давай Решай Сама Внутри В мозгу А утром Мы Посмотрим Какое Будет Решение Утро Вечера Мудренее И Засыпаешь И Вот Идиот Там В голове Крутится У меня Очень яркие Постоянные Сны Сны Прямо Реальней И Фантастичней Чем Настоящая Жизнь Вот здесь А ведь Картинку Которую Нужно Показать Тоже Требует Энергии Тоже Требует Усилий И Вот Я Потею Например Также Страдал Черчилль Даже Больше Он Менял По Четыре Значит Рубашки В ночь Я Ну Иногда Меняю Две Рубашки Менял Менял Удивительное Дело Несколько Дней Я Вдруг Уже Ничего Не Меняю Сплю Лучше У меня Проблемы Этой Нет Сегодня Проснулся И матушка Говорит Что-то уж Совсем Вот Я Не потею Как-то У меня Стало Хорошо Может Это Быть Связано С тем Что Какой-то Вирус Сидел И он Затруднял Вот эту Деятельность Организма И у Меня Вырабатывался Пот Может Быть Какой Не знаю Чего Хочешь Могло Сидеть Вплоть До того Что Мне Когда-то Ставили Хронический Гепатит Потом Вроде Признавали Что и Нет Никакого Гепатита Но Проявления Его Нет Но Куда Же Он Делся Ну В общем Не важно Вот Вот Еще Такой Эффект Произошел Аж Почему Это Все Происходит А потому Что Идут Процессы В организме Потому Что Организм Ищет Кто Враг В нем Кто Значит В нем Может Вам Повредит И вообще Кто это Такой Тут Пришел Распознает Организм И чем Сложнее Вирус И Вот Этот Вирус Говорят Очень Сложный Ковид Тут Какие-то У него Не Один Два Ключа Эти шипы Как Ключи А у Него Тысячи Ключей Ключей Действительно Эти шипы Действительно Они Проверяются Клетками Перед тем Как Как попасть Вот Эти все Вирусы Клетка Его Ну Скажем Так Должна Пощупать Она Должна Посмотреть Свой Или Не Свой Можно Ли Впустить И Некоторые Вирусы Подделаются Под своих Или Становятся Своими Их Впускают А этот Сразу Пришел У него Тысяча Ключей Он Катится По клеткам И Время От Времени Попадает Вот Попадает Таким Образом Внутрь Вот Сложный Поэтому Распознать Его Что он Враг Достаточно Похоже Сложный И Поэтому Нам Выставили 20 дней На распознание Это Еще Не Выработка Антител Это Только Распознание Те Кто Сделал Вакцину Сейчас Через 20 дней Сдали Анализ И Большинство Из них Не Увидели Достаточно Количества Антител Именно Через 40 дней И Дополнительный Укол То есть Еще Раз Организм Напрягают Тем Что Пришли Враги Вставай Вот Работай Это Все Произойдет Поэтому 40 дней Все Вырабатывается Но Второй Этап Это Уже Начало Конкретной Выработки Антител А что Такое Антитела Знаете Что Это За Такой Вот Что За Тело Такое Антитело Я вам Скажу Это Белки Белки Вот Ну Они Определенного Свойства Они Определенного Этого И Здесь Вот Почему Мы Слышим Что При Заболевании Человека Ему Нужна Определенная Пища Причем Легко Усвояемая Белковая Пища Помните Что Почти В любом Заболевании После Температур После Каких-то Этих Рекомендуют Там Куриный Бульончик Или Ну В общем Белковую Пищу Потому Что Начинается Процесс Выработки Этих Антител Создание Войск Так Можно Сказать Создание Войска То есть Начинается Это Выращивание И Организм Где Берет Эти Белки Либо Он Берет Из Вашего Организма То есть Люди Худеют Слышали Вон у меня Все кто Переболел Рассказывают Я говорит Из больницы Выходил Штаны Одеваю Которые Оставил А они Говорит Падают У меня Говорит На несколько Размеров Меньше Стал Володя С которым Мы ехали Переболел Он говорит 7-10 Килограмм Потерял Почему Потому что Вот Организм Он Во первых Много энергии Требует А энергии У нас В жире Тем Кому Плохо Значит Они Обязательно Свой жир Используют И Белки Нужны Для выработки Антител Если Вы В этот Момент Не будете Принимать Правильную Пищу То У вас Войско Будет Слабенькое Будет Слабенькое Тем более Что Есть Такая Интересная Физиология Вам Нутриологи Расскажут О ней Что Организм Наш Имеет Возможность Либо Животные Либо Растительные Белки Перерабатывать Либо И те И другие Но Если Вы На Животной Пищи То есть На мясной Пищи Живете То У вас Превладает Получение Белков Из Животной Пищи Из Мяса Все Ферменты Под них Подстроены Вся Система Пищеварения Подстроена Все Желудок Сок Специальный Желудочный У вас Чтобы мясо Разложить И получить Из него Белки И жиры Если Вы Растительный Вегетарианец Например Человек То У вас Это Происходит Получение Этих Белков Из Растительной Пищи Обязательно Вы Слышали Что все Веганы Говорят Нужны Орехи Нужны Минимум Полгода Минимум Вот тогда Полноценные Эти белки Из этой Растительной Пищи Будут Восприниматься Поэтому Те Веганы Которые Прошли Этап Адаптации Вот этой С одного Вида Питания На другое В течение Полугода Ну Минимум Полгода А то Лучше Год А то И два А у Некоторых Никогда То есть Не приспосабливается Ни поджелудочной Ни это Она Мучается Но человек Будет мучиться И ему все время Будет Не хватать Он все время Я есть Все равно хочу Почему А потому что Организм требует Белка Мозг требует Белка Если нет Белка Во время Заболеваний То из мозга Например Может Организм Забрать Белка И при Тяжелых Заболеваниях Огромное количество Мозговой Ткани Пропадает На то Чтобы Вот Восполнить И это Почему мы видим Например Что Алкоголик Теряет До 30% Своего Мозга Потому что Вот на эту Детоксикацию Нужны тоже Белки А взять Их Негде Он питается Как правило Алкоголик Плохо И Вытягивает Из мозга Поэтому Начинается Вот такой Маразм У алкоголика Или у того Кто Здесь То же самое Пишут Что Вирус Действует На мозг Ковид 19 А здесь Не только Вирус Действует И как-то Может Эти клетки Мозга Но И сам Организм Заберет Из мозга Частично Какие-то Белки Для того Чтобы Выстроить Войско Из Антивирусов Антивирусов Поэтому Вот Первый Этот аргумент Что Паститься Нельзя Потому что Нужны Белки Вы Вот Такими Постами То он Есть То нет То Я Ем Мясо То не Ем Мясо Вы Не Переходите На Растительную Пищу У вас Не Происходят Вот эти Изменения Полугодовые Что вы Теперь Растительный Человек Стали Можете Нет Все Вы Все Еще Мясной И у вас Еще Не Получают Организм Белки Не Из Орехов Не Из Морепродуктов Которые Вы Можете Как бы Заменить Какое-то Время Если Не Было До Этого Морепродуктов То из них Тоже Ничего Не Получите Но О чем Вообще-то Речь В Посте Я Уже Сказал Что Пост В общем-то Не Про еду Хотя Пост Про Здоровье Он Про Здоровье Души А Души Тело Так Вот Такое Упражнение Если Ты Совершенно Здоровый Ты В период Между Постами Получил Большую Тяжесть Тела Ты Привык К Сласта Еденью То есть Привык Радовать Себя Едой То Пост Пост Тебе Время От Времени Наступающий Действительно Для того Чтобы Воздержать Своё тело От Этой Страсти От Этой Страсти Чревоугодия И Ты Ты Можешь В пост Спокойно Ограничить Своё здоровое Тело Всеми Этими Белками И так Далее И Пусть Он Сам Себе Всё Что Лишнее Съест В себе И Будет Тебе От Этого В общем То Польза Физическая Будет Польза Но Если Ты Больной То У Тебя Не Будет Физической Пользы От Того Что Ты Себя Сильно Ограничил Я Уж Не Говорю Но Мы Уже Разговаривали Что Ограничить Можно Себя Во Всем Что Так Как Им Хочется То Есть А Я Вот Этого Не Буду А Я Вот Этого Не Буду Вот И Не Будьте Вот И Возьмите И Попастите С Чем То Другим То Есть Попастите С тем Что Мало Смотрите Телевизора А Много Гуляете В Это Время Попастите С Тем Что Не Занимались До Этого Спортом Немножечко Начали Заниматься Спортом Попаститесь Вот Ну И Так Далее То Дайте Себе Какое Такое Ради Христа Задание Которое Вам В пользу Будет В пользу Будет И В укреплении Веры Здесь Очень Важный Еще Один Вопрос Вакцинация Насколько Она Сработает А Я Вам Скажу Так Что В большой Степени Она Сработает Настолько Сколько В вас Веры Веры Это В общем-то В медицине Называется Плацебо Что Можно И Воду Вколоть И Думать Что Это Вакцина И От Этой Вакцины Выработаются Те же Самые Антитела Если Есть Вера Если Вы Себе Значит Убедите Что Да Вот Этот Укол Сделали И Это И Выработаются Антитела Выработаются В том Ли Количестве Как Нужно В другом Ли Но Может Появиться А у Тех Кто Наоборот Боится Что Я Пойду Сейчас Уколюсь И Не Дай Бог Со Мною Что То Случ 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 Не Дай Бог Значит Я Это К Сожал Не Сейчас На И Они На Первом Этапе На Первой Неделе От Страха Организм Все В себе Убьет Я Так Скажу Поэтому Воспримите Уж Если Вы Пошли С верой Воспримите Все Радостно Все Как Господь Сказал Радости И веселья Должны Быть Впереди Наступай На Эту Змею Искорбь Че Ты Волнуешься Я Тебе Дал Это Право И Тогда Эффект Будет Лучше И Больше Не Будет Вот Этих Симптомов Потому Что При Страхе Вы Вы Вызываете В себе Вот Эти Цитокиновые Как Теперь Называют Шторма И Такую Повышенную Реакцию Организма На Все Что Происходит Так Что Дорогие Мои Не Надо Паститься Если Паститься То В церковном Календаре Попаститесь Чем Хотите Но Не Исключайте Белковую Пищу Не Исключайте Белковую Пищу Если Вы Мясоед То Вы Знаете В чем Больше Белка Мы Мясо Не Едим У нас И В то же Время Мы Растительные Не Едим Белкового Много Но Дорогие Орехи Где Мы Наберемся Чего Что Говорить Мы Не Можем Восполнить То Что Это Мы Все Таки Едим Яйца Мы Едим Молоко Мы Едим Творог Сыры Едим Вот Матушка Правда Да и я Тоже Первую Неделю Воздерживались Так Не Не в полном Масштабе Но Понимаешь Что Организму Сейчас Нужно Помочь Вот Заканчивается Первый Этап Он Уже Распознал Каких Воинов Ему Создать Какие Должны Быть И Мы Сейчас Не то что Не прекратим Мы Просто Немножечко Побольше Белков Начнем Кушать То есть Это Либо Сыр Либо Творог Либо Молоко Из которого Мы делаем Кефир Для Лучшей Усвояемости Вот Такие Вещи Так что Я надеюсь Я вам ответил На ваши вопросы Я извиняюсь Что я Простым Языком Стараюсь Это Объяснять Все таки Мы с вами Простоверы По простому Разговариваем Но надеюсь Что вы Меня Поняли Пойдите Если вы не верите Пойдите К любому Хорошему Батюшке То есть Не тот Который Вас страхом Держит Манипулирует Вам Вами Этим страхом И вам Любой Хороший Батюшка Скажет Нет Ты что Болеешь Не надо Не постись Но В это же время Не воспримите Вот Такое Послабление Как Разрешение На Обжорство Чем Чревоугодие Опасно Оно Забирает У организма Больше Энергии Чем Дает Эта пища Потому что Ее лишку Лишку Когда пища Столько Сколько Нужно Она Переработалась Прошла Через кровь Прошла Через все Что нужно Использовалась Энергия Использовалась И так далее Когда ее Больше Что с ней Нужно делать Нужно Под нее Строить Хранилище Нужно Ее Перерабатывать В жир Нужно Этот жир Где-то Приспосабливать Клетки Должны Жировые Выделяться И все Остальное Вот В этом Смертельность Чревоугодия Ты Кажется Ешь Вроде Ты должен Жить А ты Умираешь Почему Потому что Лишку Лишку У тебя Затор Этой Пищи У тебя Организм Не справляется С тем Сколько Ты уже Ее Навалил Себе В желудок Поэтому Определенные Ограничения Должны Быть Тем более Должны Быть Ограничения В Не Ограничения А расширения Вот если Вы Болеете В Количестве Приемов Пищи Так Обычно Вот У нас С матушкой Три Может быть Четыре Приема Бывает Ну Такой Бутербродик Где-то В серединке Еще Бывает Лучше Если Помаленьку Но Чаще Чтобы Не тратилось На Переработку Времени И сил У организма Много Когда Вы Бухнули Туда Целое Значит Ведро Еды И Лежите Откинувшись Сил-то Нет Да И сил Нет И вырабатывать Антитела У организма В это Время Поэтому Вот в этом плане Тоже подумайте Как Себя Ограничить Действительно Может быть Чуть-чуть Поменьше Порции Но Почаще Все Вот на этом В общем-то И все Духовный Пост Расширить Или нет Я вроде Уже Рассказывал Об этом Ну давайте Если Хотите К вакцине Добавить Что-то Духовного Как Объяснить Как это Полезно С духовной Точки Зрения Я расскажу Но если Только Вы Захотите Потому что И так Вакцинация Вызывает Много Странностей И вызывает Много Обид У тех Кто Считал Что Нет Праведный Это Те Кто Не Вакцинируется Оказалось Что Господь По-другому Посмотрел На всех Таких Праведников Как Оценивать Что Четыреста Человек Священников Погибли Все Не будем Печальны Здоровья Всем Радости Аминь У